Шабаш шалом В крупных районах правобережных Исочины Непосредственно забота о наших близких и родных Тех, кто члены общины И, конечно же, благовестие дальним и ближним Опять все планируем Скажите, успокойтесь, лето, отдохните Скажу так, честно, время есть отдыхать Но жалко, что его так мало Время бежит, неустанно его не вернуть обратно Нам очень нужна, конечно же, ваша помощь Нам нужны вожатые в этих лагерях У нас три лагеря Один начинается с понедельника Наташа Мы так начали с пяти человек Ну, своим Своим поверить, тем паче Ну, типа, своим сделаем Пока сказали, знаете, слово разнеслось Сегодня у нас дополнительно неверующих детей Которые захотели побывать на нашем таком дневном лагере Плюс двадцать пять Не градусов жары Нет, 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 нет А человек, которым нужна забота Понимание, что происходит И особенно понять, что мы, еврейская мессианская община Верим в Бога И в Боге всегда есть чудеса Дать им возможность поверить того, кто их сотворил И дает им милость Аминь А у нас еще двадцать третий по тридцатый Еще две смены Две смены для детей Которые будут проходить этот лагерь В Черноморске И нам нужны мужчины, женщины И молодежь Чтобы помочь нам с этими лагерями Вы скажете И я вам скажу секрет Самое интересное в этом То, что нам позвонили с правобережной Херсощины Затопленных мест И спросили Когда узнали, что мы делали в лагере А сколько вы можете детей взять? И мы задумались А сколько? Можно иметь хорошую программу Но если нет людей, которые помогут нам донести детям Истину о Боге Хотя и конкретно знают, кто мы, что Все четко рассказал им Они не побоялись Скали, мы еще пошлем двоих вожатых от нас Чтоб только помочь вам Друзья, нам нужна помощь Нам нужна ваша помощь С двадцать третьего по тридцатое число июля У нас лагерь, который вам не забудется Поверьте Не забывается И, конечно же, вы скажете Вы приехали и шо? Привет вам, друзья Привет огромный от наших близких родных из Израиля Да и некоторые собираются посетить нас в августе месяце Но все просто и непросто Все очень тоскуют Мы с ними встречались Но они четко сказали Мы дома Они приедут в гости Но четко дали понять, что мы дома Дома, значит, вернулись в землю обетования В землю, политой потом, слезами и кровью Израиль и Украина Сегодня в центре внимания всего мира Друзья Буквально еще несколько лет назад Вообще, что такое Украина Никто не знал А после того, что начался балаган Который на востоке Все уже знают Все уже повторяют Все уже носят Все с этим носятся И знают, что такое Украина Это не Россия Хотя мы здесь половина Больше раз говорим по-русски И знаете, мне понравилось Наши там как будто, знаете У себя дома Но разговаривают украинскую мову Я пытался с ними говорить по-нашему По-одесски Они мне сказали Гэбэ Повинны разговаривать только украинскую И между собой в Израиле Разговаривают только украинскую Ну вот так Это, знаете Я понимаю Это то, что у нас молодежно То, что стремится Я верю, что мы Не настолько антигонисты Которые, чтобы так противостоять всему Мы любящий народ И в центре всего внимания Конечно же, всего мира Это наша борьба Как и борьба Израиля Против терроризма Поэтому я очень рад Что у нас сильные связи С нашей диаспорой И мы не Неотъемлемая часть Всего мессианского служения Всех верующих Верующих в мире Через некоторое время Война обязательно закончится Придет мир И мы будем радоваться Друга друге Слышать, как наши Стали успешны Где бы они ни было Германия Польша Америка Канада Израиль Австралия Где бы нас не разбросала Наша Война Да, наша ситуация Мы будем слышать Не только их успехи Финансовые Но и Духовные Как это было При апостолах Послание третьем Иоанна Первая и вторая Глава Говорит Возлюбленный Молю, чтобы ты Здравствовал И преуспевал Во всем Как преуспевает Душа твоя Ибо я весьма Обрадовался Когда пришли Братья И засвидетельствовали О твоей верность Как ты Ходишь в истине Друзья Вот это Хочется слышать Знаете О наших Людях Которые Рассеяны По земле Что мы Они ходят В истине Что что бы ни происходило Они только преуспевают Финансово Они и Духовно Преуспевают И Ну знаете Мы И они Переживают И волнуются Молятся И верят Что все Уладится У них И у нас Это Сегодня 447 День Войны Мы стоим В вере В победе Украинского Народа Украинской Армии Но для Миллионов Людей Даже В голову Не приходило В те дни Февральского Утро 22 года Что Подлая Война Затянется На Столько Времени Вот Если вы Вернетесь Обратно Мы думали Ну Две Две Недели Кто-то Говорил Три дня Ну Ладно Думали Что-то там Изменится Мы Переживали Но Сегодня Очень Многие Люди Знаете Меня спрашивают Когда это все Закончится Меня в Израиле Останавливали Когда узнали Что мы с Одессой Спрашивали меня Что ты думаешь Когда этот балаган Закончится И вы знаете Я понимаю Что в этих словах Есть много Знаете Вопросов Когда же Это все Закончится Разве Богу Невозможно Просто Хлоп И у Путина Инфаркт Мне говорили Мне говорили Ну что Мы молимся Чтоб Ну умрет Вот Ну знаете Я так скажу Ну да Все может быть И ни у одного Путина может быть Инфаркт А может быть Одного Второго Третьего Но кто из них Какой Знаете Как немножко Так Когда Женщина попала В больницу Просила Бога Чтобы он Оставил ее в живых Потому что Сорок лет А еще ничего Не сделано Бог дал ей Возможность прожить Она от радости Сделала пластическую операцию Переходила дорогу И машина ее сбила Попадает на небо И спрашивает Господи За что Вот ты же дал мне жить Как бы Ой прости Не узнал Как бы Эту операцию Не делал Чтобы не происходило Знаете Я думаю Что у нас Очень много вопросов Но В этих словах Когда я слышу Люди говорят мне Я слышу Разочарование Чаще всего Когда это все Уже закончится Сколько Можно Сколько Можно Можно тратиться Сколько Экономики В этом уходит Неужели Нельзя было Просто сдаться Мы спрашивали Кому Лучше Американцам Сдаться Немцам Французам Китайцам Кому Вопрос Но знаете Когда я думаю Об этом И слышу эти слова Это как будто Недоверие Богу В том что Все события Контролируется Богом Конечно Люди имеют Право на вопросы Без всякого Сомнения Я часто Вспоминаю Своё детство Как и многие Из вас Вспоминаю Как я проводил Своё детство В моей бабушке И мы ласково Называли это На хуторе Это действительно Был хутор Даманских И Морозовских Пока советская власть Всё Не Репатриировала Фонды рабочих И крестьян А слово Репатриация Репатриировать Извините Это замена Слова Украли Всё в фонд Но не об этом Я хочу сегодня говорить Я с радостью Ходил на этот хутор Потому что Там всё было Не так как дома У меня дома Было Две комнаты А там Целый дом Улица Огороды Речка Дети Всегда было Интересно Весело Потому что Там Было Всегда Как не дома Всё очень радушно Меня встречала Бабушка С объятиями Целовала Угощала Возьмите Пирожки с вишней Я очень люблю Пирожки с вишней Потом Когда вспоминаю Это запах Молока Свежего А ещё Когда ты бегаешь На улице Батоном Отрезал Бабушка Не маслом А Дметаной Намажет И сахара Туда ещё Побольше Вот это Холодное Это в жару Эти черешни Вишни Эти сады В котором ты лазишь Падаешь С этих деревьев Слава Богу Что не убился Да Там пробил Ногу Всё Это Гвоздём Вытащил Я всё Это переживал Спать На сене С Остальными Детьми Это было Такое Радушное Но в этом доме Так не только Было радушие Благоприятное Такое Знаете Приятное Расположение Вот эта Радость Которая там Гостеприимство Но там Также были Комнаты Монезия Назвал Комнаты Тайные Тайные комнаты Потому что Там нельзя Ничего было Двигать У бабушки Там всё Должно было Как надо Всё нужно было Я даже вспоминаю Когда я уже Вырос Своими Детьми Приехал Бабушки Я видел Этот стульчик На котором я сидел Он был у того же места Того же стола И когда Все сели за стол Я думаю Мне туда сесть Что смеётесь На этот стульчик Знаете Вот эти деревянные Маленькие Детские Садишься И ты думаешь Что ты Не знаю Чувствуешь Попадал в детский сад Но знаете Вот эта Атмосфера Радушия Приёма Запах этой Тряпки Помытой Кцеллофановой Это самое Стол Скатерти Помните Да такие Клеёнчатые Такие С розочками Скрипучий Табурет Не знаю Как у вас Я просто вспоминаю Это очень часто Я вспоминаю Погреб Который Можно было Залезть Когда никто Не видел Научился Откручивать Бутылку Чуть-чуть Так Знаете Открутил Чтоб не Вот эта Кольдечка Не отпала Открутил А она там Была полная Сиропа И научился Переворачивать И отсасывать Сироп И закручивать Обратно Я думаю У всех Было Кто туда Спускался Думаю Как это Возможно Закрытая Бутылка А сиропом Меньше Становится Я любил Это место До самой Смерти Бабушки В этих Комнатах Нельзя было Ничего Трогать Переставлять Убирать И так далее И знаете Это радушие Гостеприимство Эти тайные Комнаты Знаете Они меня Натолкнули На то Чтобы Сравнить Сегодня С нашим Бытием Большому Сожалению В наше Время Создается Такая Тенденция Как бы вам Это Правильно Объяснить Величайшее Гостеприимство С тайными Комнатами Бог Со своим Гостеприимством И Благорасположением Хочет Нас Накормить Удивить Порадовать И в то же Время Там есть Комнаты Которые Для нас Страшно Зайти По некоторым Причинам Одна Таких Из Комнат Это Вера И Сомнение Вера И Сомнение Потому Что Эти Это два Чувства Переживания Они Соприкасаемы Друг с Другом Для меня Как бы Сегодня Я живу Уже Как бы Так В эту Эпоху Пробуждения Подъема Падения И так далее Мы Мы Научены Как бы Благопри Вот Когда Бог Любящий Отец Принимает Нас Усаживает За столом Но мы Себя Напрягаем Так Что Есть вещи Которым Прикасаться Не стоит Заходить И менять Там Ничего Не надо Нам Страшно Если Не дай Бог Сомнения Приходят У нас Есть Такие Пираты Божьего Слова Сразу Тебе Найдут Одно Место Из Иакова Вторая Глава Восьмой Стих Человек Своящимся Мышлями Не тверд В своих Путях И думаешь Боже мой Только не трогать Эту Сторону Если Никто Не сомневается Я тоже Стою Тихо Не дышу Почему Потому что Нам нужна Вера Стоять Нужна Вере Какие Сомнения Сомнения Есть Как волна Поднимающая Ветром И нету Ничего Лучше Стоять Никому Ничего Не говорить Никому Не признаваться Что у вас Есть Не только Сомнения Нет веры Ее Не осталось Посреди 447 дня Борьбы И думаешь Где все Это победа Где это Произойдет Мы часто Таких случаях Что делаем Когда боимся В этих Тайные комнаты Входить Потому что Нам точно Что-то Запретят Что-то Сказать Заткнуть рот Что мы Делаем В этом Гостеприимном Доме Где Бог Так Любит Но там Есть Тайные Комнаты Которые Страшно Войти И Рассказать Кому-то Что-то У тебя Есть Какие-то Сомнения Мы Мы Выносим Их Эти Сомнения Куда-нибудь Подальше С Дома Божьего Пытаемся Эти Сомнения Решить Где-то На других Сторонах Я Очень Много Таких Людей Встречаю Которые Никогда Не Сомневаются Ни при Каких Обстоятельствах Под словом Абсолютно У них Нет Сомнений Ни В чем Потому что У них Есть Позиция Позиция Которая Немножко Страшная Потому что У каждого Человека Я Проведу Несколько Примеров Что У человека Есть Эта Сторона Веры И Немножко Сомнения Или Немножко Какого-то Страха Немножко Какого-то Сожаления Знаете И когда Среди Верующих Встречаюсь Таких Борцов За Абсолютную Несломленность И Нету Сомнения Ни в чем Самое Страшное В этом Деле Это Знаете Когда прикидываешься До тех пор Пока Это не состоится Как дела Слава Богу Стоим В вере Не дергаться Не вправо Налево Пробиваемся И так Десять лет Все 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 хорошо А внутри Так Иногда Тошнит Вот Это Достает Правда Такая Знаете Что где-то Сомневаюсь Где-то Что-то Происходит Таких Примеров До нашего Времени Предостаточно И даже Писание Об этом Говорит Историю Помните Любимую историю Которую мы Повторяем Это Папа Который Приводит Своего сына К апостолам Ученикам Помните Они что-то Говорили Говорили Он просил Просил Ничего не получилось И приводит Этого мальчика К Кому Ишуа Помните Эту историю Ну Где-то Говорят Бесноватого Мальчика Приводили Кто-то Эпилепсика Какая бы ни была Разница У человека Проблема Куда идти Вера в кого В Бога Израиля Приводят К ученикам Наслышался Что происходят Чудеса Он приводит С надеждой Что Его Ребенок Освободится И не получилось История Знакома Да Я прочитаю Марка Девятая Глава 23-24 Два стиха Всего лишь Ишуа Сказал ему Если Сколько-нибудь Можешь веровать Все возможно Верующему То Чаш Отец Отрека Воскликнул Со слезами Верю Господи Помоги Моему Неверию Какая-то Абсурдность Верю Или Неверю Я верю Но помоги Неверию Это Сильно Дальний Перевод Я Я Почитал То есть Классика Да Ишуа Отвечал ему Если Можешь Все Возможно Того Кто верует Отец Отец Мальчика Заплакал И сказал Я Правда Верю Помоги Мне Чтобы Вера Моя Еще Больше Укрепилась Подождите Подождите Какая-то Картина Противоречия Ты Веришь Или Не Веришь Невозможно Быть Чуть-чуть Беременным Правильно Как однажды Сказали Повивальные Бабки Наши Акушерки Всем Женщинам Которые Приходят В родильный Дом Фраза Отсюда Еще Беременную Никто Не уходил Не слышали Нет Такое Поэтому Это Должно Произойти Какая Картина Вера И Недоверие Понимаете Что это означает Что в каждом Из нас Может быть Две Составные В нашем Теле Нашем Доме Нашем Разуме Может быть Часть Веры В которую Мы научены Доверие Богу Что действительно Мы пройдем И в то же время Вдруг Происходит Какая-то Часть Сомнения Внутри А если Что Не так Пойдет А если Что Не так Произойдет А если Нас Внутри Возможите Две части Борьбы Просто Проследите Что говорит Этот Отец Ребенка Он Ключится Слезами Я верю Я действительно Верю Я верю Бога Израиля Я знаю Что он делал В прошлом Я знаю Что происходило Я знаю Что он останавливал Солнце Я знаю Потому что я читал Я уверен Я видел Своими глазами Как ученики Исцеляли Мне говорили Когда исцеленная была Дочь Иаира И там другие Я верю Но в словах Помоги Моя неверия Звучала Ежедневная Реальность Послушайте Мы верим И этот Отец Верил Что Богу Все возможно Но глаза Которые Видели Его сына Падающего В огонь А потом Тонущего В воде Когда его Трясет Демоны Его Мучают Он каждый день Просыпался С этой Реальностью Веря Что Бог Могут Исцелить Изменить Но он Видел То что Происходило И мучило Его ребенка Каждый день Его вопрос Был Разве Бог мог Допустить Помните Этому Помните Этого Слепого Спрашивали Еще Кто Виноват Он Или Его Родители Еще Нет Вы Ошибаетесь У нас Отца Который Видел То Что Происходит Каждый День У него Была Вера В Бога Но И Разочарование В реальности Как много Из нас Проходит Нечто Похожее Уже 447 Дней Где у нас Такие Тоже Где-то У нас Были Такие Моменты Где мы Верили Богу Сегодня Закончится Эта Война Завтра Закончится Война Отступление От Харькова Закончится Война Отступление От Киева Закончится Война От Херсона Закончится Война Но Каждый День Мы Видим Разрушенные Жизни Войной Которая Я скажу Наглая Ненужная Несправедливая Страдания Людей Горечь Боль Слезы Кто Из вас Побывал На Проспекте Шевченко Видя То Что Произошло Видя Слыша О том Что Произошло Мы Спрашиваем Себя Неужели Это Закончится Когда Когда Сегодня Завтра Мы Стоим В вере Мы Знаем Всемогущего Бога Мы Читаем Даже Как Бог Защищал Израиль Внезапно Войны Заканчивались В моей Личной Жизни Я Видел Бога Исцеляющих Людей Но В нашей Семье Это Не Произошло Когда Мой Папа Болел Мы Сильно Молились Я Видел Когда Бог Поднимал Из Мертвых Моего Сына А В жизни И В Семьях Других Людей Этого Не Происходило Хотя Молились Не Почитайте Меня Циником Я Действительно Верю Бога Израиля Верю В Его Всемогущество И Силу Я Стою В Обетованиях Его Которые Он Дал Своем Слове Да И Аминь Но Именно В Его Всемогуществе Происходит Нечто Вокруг Меня И Вещи Которые Происходящие Вокруг Меня Заставляют Меня Иногда Сотрагнуться И сказать Боже Когда Ж Всему Это Придет Конец Переживание Как Пройти Эти Мгновения Когда Разные Мысли Рвут Твою Голову В то Время Когда Ты Был Научен Стоять Твердой Вере И Надеться Только На Бога Не Говорите Мне Что Вы Ни О Чем Не Думаете Что У вас Только Одна Вера Больше Ничего Там Нет Всегда Приходят Мысли Что Будет А Если Как Обдумывать То Что Так Сильно Тебя Разочаровывает Как Как Пережить То Что Происходит Вокруг Тебя Даже С Нашими Внучками С Нашими Детьми Как Пережить То Что Каждый День Или Через День Давид Выставляет Эти Фотографии Наших Внучек Да И Слава Богу За Всех Что Молится И Сегодня Прислали Нам Рано Утром Такой Отчет Небольшой Что Эфи Дала Уже Положительную Сторону Доктора Уже Имеют Очень Сильные Надежды Но Ты Смотришь На Те Фотографии Ты Смотришь На Те Фотографии И Думаешь Господи Дай Им Жизни Дай Выжить Им Эти Глаза Эти Эти Пальцы Эти Понимаете Ты Думаешь Ну Как Вот Хотелось Бы До конца Вынести Это Все И Шо Просто Приглашает Этого Человека Пережить Встречу С Богом Все Что Нужно В этих Моментах Это Пережить Его Присутствие И Я Так Жажду Чтобы Каждый Из Нас Здесь Присутствующий Не Просто Приходил На Собрание Потому Что Тусовка Там Что То Еще Происходит А Приходить Сюда Поклониться И Почувствовать Бога Пережить Его Его Надежду Прикосновения Для Каждого Из Нас Тоже Приглашение Открыто Я Назвал Это Послание Открой Своё Сомнение Богу Открой Его Раскрой Его От Матфея Святое Послание 11 Глава 28 И 30 Стих Придите Ко Мне Все Труждающие Се Обремененные И Я Успокою Вас Возьмите Иго Мое Себя И научитесь От Меня Ибо Я Кроток И Смирен Сердцем И Найдете Покой Душам Вашим И И Его Иго Мое Благо И Бремя Мое Легко Как сказать Так Легко Кому Сегодня Легко Быть С Богом Всего Лишь Одна Есть Легкость Что Можно Отдать Это Все Ему Но Больше Та же Самая Трудности Те же Самые Надежда У нас Другая Знать Когда мы Боремся С Богом Не нужно Будет Уходить От Него Лучше Бороться С Ним Когда Борешься С Ним Ты Решаешь Вопросы Это Некий Пануэль С Которым Ты Приходишь И Начинаешь Разборку С Ним Пока Покажи Расскажи Сделай По какой-то причине Мы загружаем себя Вопросами На которые мы хотим Иметь точные ответы Как будто Знаете Мы попали Или нас кинули На привозе И мы начинаем Кричать Доказывать Свою правоту Знаете И Пытаемся Удовлетворить Своё эго Ответами Мы хотим Чётко Чтобы Бог Сделал Так Как мы Хотим Когда ты Проводишь Время С Богом Ты Обнаружишь Что на все Вопросы И сомнения Он имеет Заинтересованный Ответ Для того Чтобы тебе Сделать Лучше Один из Примеров Я могу Привести Нашу Бывшую Систему Образованию Кто-то В советском Время Учился Нет Я помню Как я Запустил Математику В пятом Классе Так как Я уже Был увлечён Спортом Я находился В Киеве Спортивная школа Интернат Спортивного Резерва И Когда Я получил Табель В конце Года Я просто Прозрел От моего Достижения В спорте Там На учёбу Никто Не обращал Внимания Главное Чтобы Были Хороший Результат В спорте На следующий год Я стал Понимать Что я Отстающий Ученик В классе Особенно По математике И геометрии Это Когда такое Состояние Неприятно Я бы не привык Спуститься На На Низ Я Начал прибегать К хистростям Одна из хитростей Какой Знаете Нет Списывать Ничего не понимаю Главное Списать И получить Оценку Хотя бы чуть-чуть Лучше Чем было Вчера А ещё Самое Интересное Когда ты Подгоняешь Ответы Которые Находятся В конце Книги Под Те задачи Которые Тебе Задали Кто такой Я так Наташа Двое нас Николай Три Ну четыре человека Все остальные Молодцы Просто Зачёт Однажды Мой классный Руководитель Галина Леонтьевна Она Ещё и ко всему Была И Моим учителем Математики Геометрии Попросила После школы Остаться Поговорить Я не буду Уточнять Все О чём Мы говорили Диалог Но Вот Кратость Такая Она мне Сказала Мне не Нужно Правильные Ответы И И как Учитель Нужно Нужно Все Отдаваться И Скажу Так Честно Мои Знания Они Начали Улучшаться Улучшаться Я Б Не Сказал Геометрия Мне стало Лучше Намного Лучше Математика Чуть На Три Четыре Вот Так Прошли Процесс Изучая Писание Укрепляя С Его Слове Надеяться И знать Его Лично Чтобы Пройти Этот путь Не Подгонять Ответы Под задачник Друзья Либо Списывать У него Получилось И у меня Получилось Два Сделаем То же Самое Друзья Не Получается И Когда Ещё Говорит Народу Придите Ко Мне Или Возложите На меня Писание 1 Петра 5-7 Возложите На него Все наши Заботы Потому что Он печётся О нас Это простое Слово Означает Открыть Свои Сомнения Кто из вас Когда изучал Когда математику Делали Вы сомневались Иногда в ответах Кто-то помнит Нет Вот И ты думаешь Нет Давай вернусь Обрат К теореме Или же там Ещё Проверить И когда ты сдаёшь Эту контрольную Ты просто боишься А правильно ли я ответил Сомнения Но есть уверенность Есть вера Потому что ты Ты изучал Вот этот момент Очень для нас Важный Мне Например Не нравился Вот Фома Кому-нибудь Нравится Фома Нет Один из учеников Ещё У нас всегда говорили Фома Не верующий И когда я слышал Эти слова Фома Не верующий Означало больше Как бы Ты что Сомневаешься Ты что Фома Это настолько Негативная была Личность Для меня Как бы И для верующих Да Что Кремили людей Те которые Имели какие-то Ну Знаете Неуверенность Какую-то в вере Но когда я Начал Задумываться Над этим Подумал Подожди Подожди Почему Опыт Фомы Стал негативным Для нас Почему Его сомнения Дали Основу Для многих Ну как бы Так называемых Духовных верующих Климить остальных Что они Не верующие Ну конечно Что Светил там Мишу Конечно Это понятно Но я начал Смотреть по-другому Мне Знаете Начал Нравиться Фома Потому что Он задавал Правильные вопросы Вы мне Говорите Что он Воскрес Я хочу Так сказать Если он Воскрес Из мертвых А воскрес Он в новом Теле Если Писание Говорит правильно Да То Я хочу Увидеть Его Вложить Свои руки В его Раны И когда Я задумался На этом Думаю Секунду А зачем Если Еще Воскрес Из мертвых В новом Теле Зачем Остались Не раны А Шрамы На руках И На В стороне Между Ребрами Зачем И когда Я думал Зачем Я понял Что Не зачем А для Кого Ради Фомы Которую Бог знал Что он Будет задавать Эти вопросы Оставляет На его Руках Раны Чтобы Тот Прикоснулся И я Понял Что Это Это Не было Сомнение Что Не воскрес Он Говорит Нет Я Утверждался В своей Вере Зная Что Могу Прикоснуться К тому Кто Исцелит Меня И даст Мне Надежду Я Стал Смотреть На Фому Совсем По Другому Принести Свои Сомнения Богу Потому Что Он Победил Нам Присущна Вера Где Рядом Иногда Присасывается Недоверие Сомнения Это Не паразиты А Кто Любит Природу Да Я Любил Всегда Биологию Зоологию Я Любил Всегда Зверюшек Я Думаю Что Нейтан У нас Пошел Любитель Зверюшек Я Помню Как Я Смотрел На Того Показали Фильм Ките И Киту Или Это Не Киту А Скату Прилепляются Рыбки Они Не паразиты Они Просто Вместе Путешествуют С ним Послание К Евреям 10 Глава 36 37 Терпение Нужно Вам Чтобы Исполнить Волю Божию Получить Обещанное Ибо Еще Немного Очень Немного Глядущий Придет И не Умедлит Нам Иногда Не хватает Терпения Ну Реально Не хватает Терпения Мы Ждем 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 Это Все Понятно Но Что Делать Когда Бог Не отвечает На Твой Список Просьб Что Делать Когда Бог Не послушен Твоим Приказом Хочу Сейчас Хочу Сегодня Нет 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 Мы Хотим Сегодня Сейчас Мы Эту Песен Поем И Хотим Чтобы Бог Был Послушный Нашим Приказанием Как будто Знаете Как бы Сегодня Молодежь Очень умная На приложениях Заказывает Пиццу И Там Есть Еще У Тех Кто Развозчики Твоих Заказов Там Есть Время За 15 Минут Вам Привезут И за 30 Минут Привезут Да Когда Привезут Пиццу Еще Там Какие Там Заказы Через 20 Минут Будет У Наш 20 Минут Нет Еще Посыльного Мы Уже Звоним Я Не Понял Где Моя Пицца Бог Не Курьер Чтобы Вовремя Все Привозить И Он Не Для Того Существует Чтоб Ты Залился На Не Привезенный Твой Заказ Который Ты Заказал Что Дел Когда Он Не Вовремя Подает Ответ Тебе Знаете Еврейский Народ Он Чисто Решил Этот Вопрос Что Мы Делаем Когда Вы Не Знаете Что Происходит А Время Болтать У Нас Нет Что Дел Когда Началась Война А Мы Просили Чтобы Ой Она Поскорее Закончилась И Все Продолжается Многие Очень Многие Разочарованные Сегодня Во всех Событиях Израиль Тоже Был Разочарован Когда Перешли Красное море И Вдруг Моисей Говорит Мне нужно Подняться На гору Получить Правила И Буду Скать Для Наши Для Наши Жизни Моисей Идет Наверх И Сорок Дней Его Нет Сорок Дней Что Вы Делаете Когда Вам Делать Нечего Люди Говорят Дурью Маются Вот Представьте Себе Человек Уходит На гору Говорит Ждите Здесь Я принесу Вам Правила Дорожного Движения День Нет Два Нет Веселье Закончилось Мы Стоим На месте Никакого Движения Дискотеки Нет Музыки Нет Что Там Как бы Пивных Баров Или там Всего Нет Что Делать Люди Так Может Думают Но Что Там Так Долго Делать Вообще Нужно Что Трудно Было Может Договориться С тем Кто Нас Вывел За 5 Минут Чтоб Мы Дальше Что Днали Что Делать Что Трудного А Может Он Умер Пока Писал Инфаркт Получил Со Семьи Правила Которые Мы Должны Исполнить Може Боже Ты Испугался Я Вам Покажу Что Происходит Исход 32 Глава Народ Увидел Что Прошло Уже Много Времени А Моисей Може Вывел Нас Из Египта Но Мы Не Знаем Что С Ним Случилось Поэтому Сделай Нам Богов Он Ушел А Роша А Ты Знаешь Что С Ним Случилось Не Знаю У 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 Мø Не Знаю Если Ты Не Знаешь У Нас Есть Ответ Мы Еще Ничего Не Получили Мы Здесь Маемся У Нас Есть Ответ Мы Заменим Этого Бога Мы Сделаем Все Другого Это Был Евреев Которые Не Хотели Ждать Не Хотели Вот Знать Отвлекаться На Процесс Форд формирование их жизни они не хотели когда мы не получаем что-то и хотим продать побыстрее получить свой ответ мы переключаемся вдруг на какие-то другие ресурсы где нам эти вопросы решить кто-то переключается в телевидении те в информацию кто-то вообще еще какие-то вещам то есть начинаем искать замену того кто нас вывел и освободил из египта они даже говорили все хорошо мы нас вывели все хорошо вывел нас а шо дальше уже его долго нету нам нужно что-то делать и по привычке они делают то что они делали и может быть и раньше они мы заменим его знаете почему потому что мы не знав что там происходит мы не можем поконтролировать что происходит а таким образом наши новый идол мы сможем его куда нужно туда и повезти куда нужно повернуть где нужно спросить а он тупо молчит ну и хорошо пойдем дальше мы будем говорить ему и будем делать то что мы хотим им нужен идол был для того чтобы именно удовлетворить свои желания но у нас не такой бог у нас нет такого бога евреи вышли из египта но просто представьте себе я не говорю 400 лет они там были примерно по еврейской традиции они 200 с лишним лет были только в рабстве за эти 200 лет ни слова без голоса божьего никто не слышал правил никто не давал ответа у них не было и написано что они за за взвали к богу и бог услышал посылает им уши и вдруг вот представьте себе ничего вы никогда не переживали не бога никогда ситуации вдруг вы просыпаетесь и слышите ги волк в египте что такое у всех вода превратилась кровь вы думаете ого а до этого мне такого не переживали потом еще какие-то свечи темнота а у нас свет ну слава богу это пускай египтянам будет но такого они не переживали такого бога не никогда еще не знали они не могли его контролировать они не могли ему сказать о выключить свет пункт чтобы египтянам было плохо они не слушаются давали и всех их них первенцам отрежем дыхание жизни они не могли ему говорить что делать поэтому как богу которому начали служить богу отцов их них он был богом направляющий их и конечно когда ответа нет не за что происходит давайте его быстренько заменим не он чтоб нам говорил что делать еще как управлять был на нами управлять нашей жизнью а мы себе создадим идола которую будем руководить просить поводить к нет не нужно нам его закопаем нужен быть откопаем его обратно вы знаете бог заботится о израиле и заботился не по их прихоти представьте себе им до разума не дошло попросить ману бог им дал ману и перепелов не они не просто не просили то только мы получаем чего хотим удивительно чуть не знаете мы становимся теми людьми которые начинаем превозноситься если одна и интересная интересное высказывание евреи вышли из египта но египет не вышел из евреев знаете когда получается хотите услышать увидеть как это получается надеюсь у меня немножко времени есть я вам пока объясню мне нужен стул и волонтер олег будет нас волонтером ставь сюда а теперь сядь на него ты будешь богом хорошо попробуешь но один мальчик нас мог это как только мы познали у бога ты на троне классно боже спасибо тебе ты царь надо мною ты господь господин мне так хорошо слава богу ты знаешь у нас все так по писанию ты царь заботящий бог знаешь это хорошо вот и знали я хочу чтобы ты для меня как бы папа сделал ответ я-то я я вообще хочу жениться на тебя жениться вот кого вот да ну знаешь это это я хочу чтобы это было хорошее как бы выбрать да выбор я выберу а вот там там татьяна я не буду говорить так еще раз так нравится хорошо все начались и проблема знаешь что-то сделать с ней пожалуйста я прошу тебе с ней что-то сделай потому что же терпеть не могу знаешь из у нас приходит свобода такая слава богу все золото дома хорошо и значит я люблю я так хочу чтобы все опять продолжалось летом началась и знаешь раз у меня проблемки опять у меня проблемки на работе проблему нужна работа раз работа приходит опять слава богу я так рад все что хорошо и вот это манипуляция богом ты устал спасибо тебе большое это состояние которое просто реально она я не знаю как сказать манипуляционное состояние олег ты еще как бы синдром не по не получил иерусалимский знаете в это время можем кричать да верю я верю и оставаться в покое либо нет но сегодня 447 день войны и у нас кроме войны еще тысячи личных проблем кучу проблем проблемы которые нам хочется решить прямо сейчас чтобы мы принесли поскорее как бы урожай наших мечтаний нашей веры но что я хочу сказать если вы здесь которые люди которые немножко разочарованы в ответах от бога нам хочется что-то получить от него давайте в первую очередь начнем работать над тем кто он есть над своими задачами и нам нужно будет просто-напросто открыть свои желания перед богом я поэтому назвал наш мою проповедь ведь крис весь сумни в богу пытаясь продолжить то что говорил василий прошлый раз я думаю вы просмотрите укрепить это все и мы сегодня помолимся чтобы отдать свои сомнения богу мы верим на наши глаза иногда видят то чтобы переживаем им говорим я верю в боже но помоги моему неверию помоги моим сомнениям дай мне не подделывать задачник своими ответами и ожидать что ты заполнишь все мои пробелы а пригласи меня только для того чтобы у пережить тебя понадеяться на тебя потому что надежда никогда никого еще не подводила поэтому давайте мы просто станем наши ноги если у нас есть какие-то сомнения в нашей вере что довольно часто вещь которая происходит в людях и возможно нет ведь не отвеченные молитвы или просьбы заставляют нас обращаться каким-нибудь другим источником ответов не делать и того что сделал израиль пока моша был нам наверху получал за путеводитель к жизни израиля они просто сказали хотим сделать себе бога которого можем манипулировать не делайте себе кумиров которые вы можете манипулировать нравится вам или не нравится бог сотворище небо и землю и все что на ней тебя и меня и зверей и всех остальных гадов пресмыкающих и других гадов хороших плохих он не живет под контролем человека мы ему не соработники друзья мы не советники ему а а дети которые искуплены и если вы видели чудеса и знамения прошлых лет давайте не будем сомневаться что он тот кто вывел нас из египта не проведет нас и дальше израиль отказался хвататься за того кто вывел их там еще интересная мысль есть они сами простерли свои руки к золоту надеялись иметь бог то есть они имели какую-то богобоязненность может духовность стремление к духовности всегда израиля было да но не протягивали руки туда с чего не могли сделать себе идола у каждого из нас есть это стремление к богу вот внутреннее стремление боже помоги и где мы отказываемся идти с ним дальше в терпении мы начинаем мы сами создаем себе другого другой источник откуда мы хотим услышать 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 правильное услышать доброе услышать утешительно он и так утешитель но дайте возможность ему с вами встретиться и сказать если только можешь веровать все возможно верующим сколько можешь как долго ты можешь верить верь мой спаситель жив и придет вовремя он никогда не опаздывает но он не спешит и я благодарен богу за эту возможность жить в это время видеть своими глазами победы видеть то что происходит и тяжелое и победоносное видеть бога действующего и бога которого удерживает свое лицо от нас и я буду искать его не найду ли от ранней зари я буду искать его кто сына своего не пожалел за нас отдал его на глаговский крест еще раз напомню он не тот кто привозит пиццу по заказу он руководитель он тот кто печется о нас а мы поднимая к тебе наши руки на этом месте пускай твой руках твой дух святой наполняет нас для того чтобы мы могли открыть свои сомнения возможно свои боли страхи реальность то что нас окружает дает нам страх того что может произойти где мы теряем бдительность где мы задаем вопросы боже где ты або как этот отец который видел реально со своим сыном говорит я верю с воплем с плачем он говорит я верю но в данной ситуации пережитой мной то что я вижу помоги укрепи чтоб я верил сильнее Ишуа привлек его к себе и ребенок освободился славим тебя что ты есть Бог надежды что ты есть Бог нашего будущего и надеющийся на тебя он не постыдится сегодня завтра третьего дня Господь мы будем твердо верить ждать Господь твоего избавления и уверен что милость твоя обновляется каждое утро и хочу учиться Господь в это время учиться Господь работать над собой учиться Господь не списывать или подгонять ответ для моего как бы уровня чтобы я меня превозносили что хороший ученик я хочу просто быть в твоих руках быть открытым работа надо мной Боже работа надо мной когда не хватает сил встать утром работа надо мной когда болит сердце или же ноги когда я жду избавления возможно от рака либо сердечной недостаточности боли в ногах либо зуд в моих костях я знаю я знаю и я знаю спаситель мой он жив полагаю эту надежду на тебя и в моих самых печальных моментах ты и мой свет и моя надежда милость обновляющаяся каждое утро амен 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 Продолжение следует...